Итак, всем привет, с вами ДБГ, продолжаем играть за Пруссию в мод про 1700 год. Уже прошло достаточно много лет, наша Пруссия уже очень сильная, у нас очень хорошая военная промышленность, а самое главное, у нас уже очень качественная армия, но тут есть Франция, которая выглядит еще страшнее на самом деле. В этой серии мы, как и планировались, будем воевать с Швецией, очень это будет опасная война для нас. В Киеве революционеры, забавно. Так вот, нам нужно будет здесь много чего захватить, но самое главное, нам нужно будет как-то пройти вот сюда. Здесь грант на Дании и Норвегии от Британии, следовательно что? Следовательно мы не сможем пройти вот здесь. В Швеции нужно будет идти через Синляндию, и это отвратительно. Более того, вот так вот надо будет идти в Швецию. Но хотя бы этот путь есть, флота у нас все равно пока нету, так что выбирать не приходится. Кстати говоря, у нас уже 6 подлодок местных, так что я доволен, доволен. На самом деле не такой уж ты и маленький флот, потихоньку мы сможем, я думаю, дорасти его до хороших чисел. Плюс мы сейчас доисследуем все хорошие технологии, это еще не так уж ты и быстро, но все равно. И начнем строить себе линкоры, плюс легкий крейсер и эсминцы, как я и говорил. Поехали. Начинаем мы фабриковать, как бы или на Краков, ну в принципе на Швецию. Я думаю мы как раз к этому моменту хорошенько достроимся по военке. Здесь еще есть некоторые минуса, но мы успеем их перевести в запасы. Смотрите-ка, Швеция сама объявила войну в Метленбургу. Из-за него не зашла Австрия? Это сейчас было очень странно, возможно поэтому именно она и вбила войну. Но мы тогда не будем терять времени и сделаем точно так же? Ну типа, а что? А все? Там еще что-то заколонизировали. Ну а все? Швеция нет. Ни нападения пакта не будет. Все. А все, Метленбург наш. Отлично, вкси говорят, кучу территорий можем интегрировать в себя. Но самое главное, мы теперь можем на Любек напасть. Ну и да, так, там нет войск, сразу его аннексировать. Отлично. Я бы сказал, вообще прекрасно. Ну да, здесь еще интегрировать и интегрировать. А это значит, что нам надо, чтобы накопилось здесь подчинение нормальное. У нас были у нас готовы уже. А, подождите, это на Нангальд. Оно и на Швеции тоже. До 29 июня. Давайте чуть-чуть подождем, чтобы у нас дообучались еще дивизии. По возможности. А затем уже будем нападать. Только, кстати говоря, давайте качать вот эти, пожалуй, технологии. Что у нас все-таки торпеды пока что имеются. Ну и параллельно здесь, да, тоже. Здесь уже мы почти все докачали. И вот, я думаю, мы уже готовы. Давайте, Марине так сразу, наверное, не призывать. У нас еще на всякий случай здесь гарнизон против Австрии стоит. Но я думаю, он нам даже не пригодится. Так, подлодки наши. Давайте-ка... Давайте-ка на конвой рейтинг поставим. Посмотрим вообще, как мы себя будем чувствовать, да? И я вижу, что у нас немножко manpower не хватает. Но мы еще раз не можем нажать окей. У нас, возможно... А, нет. Куда же он делся? Хорошо вопрос. А, давайте посмотрим, как мы будем конвой рейтить. Здесь мы атакуем без проблем. Мы никого не призываем, поэтому они против никого не воюют. Ну да. И... Вот оно. Слушайте, ну это наши конвои, верно? Да. Это они... Господи, как здесь сложно понимать, что происходит. Это у нас конвои, да, здесь плавают? Да. А мы с кем-то торгуем по морю? Разве? Да, снова в городах начали. Отменять. Здесь по морю отменить. Здесь не по морю. Все отлично. По морю торговать нельзя. И вообще запретим эту зону. И давайте вот так. И вот так. Нормально. Смотрите, все не призывает Гольштейн. Швеция. Видимо, чувствует, что мы... Если она призовет, то мы его просто захватим. Потому что, ну да. У нас здесь стоит элитная кавалдерийская армия. С огромной просто атакой. Как видите, я понял, что там был еще один шаблон кавалерии. И на самом деле у меня часть армии была старого шаблона. И это было неприятно. Но... Нет, где же это дивизия? Где-то есть. Возможно, они здесь. И, возможно, просто не стал защищать Новгород всеми силами. Но скоро мы это узнаем. И да, мы... Охотимся за... Нет, это все еще наши конвои. Это не мы охотимся за их конвоями. Это они охотятся за нашими. Почему? Нет, давайте-ка вот так. И вот так. Никаких конвоев. Ага, и тогда здесь нельзя... Прекрасно. Куда здесь набжение не поступает? Блин, это неприятно очень. А еще, я так полагаю, у них из-за радио обнаружения низковатое. Ну, такое. Потребление топлива в скобочках зерна. Эх, как это забавно все. Вот это нашу гарнизонную армию. От Австрии я, пожалуй, переведу на Киев и на Запорожье. Потому что это марионетки Швеции. Прямо сейчас вроде как Австрия у нас попадать не собирается. Так что мы можем потерпеть и подождать. Ну и сюда тоже делаем КБ. Раз они не нападают, точнее не призывают Гольштейн, то мы сами нападем на Гольштейн. Дорогами здесь все так же, как и в прошлые разы. Дорог нету. Мы тогда здесь не построили дороги полноценно. Поэтому сейчас нужно достраивать. Потому что сейчас эти дороги уже пойдут для наших марионеток, а не для Швеции. Вот и Киев капитулировал. Осталось Запорожье и сама Швеция, очевидно. Ну, здесь нам красить, конечно, и красить. А есть ли у наших марионеток дивизии? И вообще нету. Следовательно, призывать мы их не будем. А, Запорожье само объявило войну в Москве. Ну, удачи им в этом деле, как говорится. А вот это же Запорожье капитулировало. Давайте-ка. Вот так. И третья скорость. Да, давайте, атакуйте. Которые, говоря, есть две форс-атаки. И вот это вот выглядит лучше, что ли? Ну да. Прикольно. А вот мы уже и в Финляндии. Потихоньку. Вот здесь количество наших подлодок только растет. Но корабли они... А, нет, находят периодически, на самом деле. Но они не успевают за ними. Скорость очень низкая. Хотя двигатель четвертый. Все-таки переработаны двигатели, да? Или, подождите, или... Ага. Возможно, стоит снять немножко. Ну, хотя, блин, 1,4 это минимальная какая-то... Ура, здесь штуканавы какие-то очень быстрые. А, нет, здесь просто не остается уведомления о том, что... Закончилась атака на конвои, я понял. Очень странно. Это же вот так вот сделал, потому что, судя по всему... Мы очень быстро разбиваем и очень быстро отступаем после этого. Но конвои наши все еще тушат. Просто были, кстати говоря, сюда готов. И давайте селем штаб. Правильно. Атакуем. И... Ну, они просто испаряются от кавалерии. Отлично. Здесь же, к сожалению, Британия защищает. Рекапитулировал Касим. А, видимо, Касим был нейтральным. Ну, давайте, смотрите. Вот эти территории в Москве, а здесь в Новгороду. В принципе, нормально, я считаю. Нужно сюда вот будет как-то подобъединить. Забавно, кстати говоря, здесь опыт авиационный переделали в Веру какую-то. И Вера должна использоваться для чего-то. У нас шведский коновый тупим. Окей. Ну, мы в Швецию проходим. Здесь все еще я не нашел никаких дивизий. Видимо, здесь вот были какие-то микродивизии, которые мы атаковали. И на этом все. Ну, австрийские войска. Ух, нет. Ну, это было страшно. Я не понял. Я сейчас подумал, что мы с Австрией начали случайно воевать. Но нет. Перми еще объявила войну в Москве. Ну, что же я могу сказать Перми. Удачи вам, ребята. Ну, давайте так, пофиг, в принципе. И давайте в атаку. Я привел сюда кавалерию, чтобы быстрее со всем справиться. И так и получилось. Кавалерия здесь, конечно, шикарна. И в качестве, и в принципе в скорости тоже, на самом деле. Просто посмотрите на это завоевание. Как же это быстро происходит. Здесь, на самом деле, осталось только просто докрасить шведов. И вот, да, они и сдались. Мы, кстати говоря, сможем взять шведский флот. Но, пожалуй, нет. Пожалуй, хотя, хотя, да, возьмем. Но сначала территория, конечно же. Итак, пожалуй, смотрите. Заберем себе вот эти территории. Как бы польские, да. А здесь давайте-ка дальше марионетка. Во-первых, в Москве. Кстати говоря, в Новгороде. Новгороде же тоже наша марионетка. Почему он не здесь? Это странно. Так вот, это мы все отдадим в Москве. Хотелось бы и там части Новгорода дать. Но как будто невозможно. Так вот, отдадим это все в Москве. Здесь заберем побольше себе. Наверное, побережье. Острова тоже. И сделаем марионетку из Швеции. Ну и, конечно же, не забудем забрать у них фабрики. За то, что они с нами воевали. Почему бы и нет. Я понял, что Запорожица какая-то взяла себе острова какие-то еще рандомные. Но мы их тоже, конечно же, заберем. Здесь еще флот шведский. Тоже мы его экспроприируем. И вот так вот выглядит теперь наш восточный мир. Да, не наша марионетка. Но почему-то не были они в мире. Ну окей, забрали мы себе вот эти вот побережья. Как раз таки в основном ради портов, честно говоря. Потому что нам нужно строить корабли. А остальное можно дать. Было в Москве. И Швеция теперь наша марионетка. С, кстати говоря, оставшимися вот этими всеми бафами. Так что она, ну прям такая солидная. Только строила бы дивизии, блин. Там монпавера дофига. Пускай строят, черт возьми. Вот захочетый флот. И он реально очень грустный. Очень грустный. Еще непонятно, что это за корабль. Фрегаты это... Это же что, фрегаты это... Ух, это крейсеры. Причем фрегаты это вроде легкие крейсеры, верно? Нет, фрегаты это тяжелые крейсеры, господи. Ну, слушайте, он не самый плохой в семье. Давайте тогда он пускай поремонтируется вот здесь вот. Кстати говоря, нам стоит сразу сделать здесь порты для ремонта. Потому что мы будем воевать на море с Британией. Да и в принципе порты полезные нам будут. Пускай будут здесь порты у нас. Потом начнем нереально застраиваться верфями уже. И я думаю, мы наконец-таки готовы объединить нашу Германию во федерацию. Давайте. Я думаю, мы показали себя достаточно сильными. И пора объединяться перед угрозой Франции. И в противовес Австрии, потому что мы показали себя намного могущественнее. Теперь мы бы только еще завоевать. Вот видите, а, я понял почему. Вот так вот. О, другое дело. Давайте-ка. И после этого, так, этот генерал у нас стоит на портах. Потому что мы будем сражаться против Англии. И нам не стоит терять ничего. И вот Пермь отходит. Блин. Забыл вот эту территорию отдать. Ну ладно. Пермь, пожалуй, кому. Новгороду давайте все-таки отдадим. Чтобы не слишком он был маленьким. Ну вот так вот. В принципе, пойдет. Нажали мы эту кнопочку. Можем, кстати говоря, Эльзас. Нет, мы только не будем. Кор нет. Давайте вот эту штуку сделаем. Здесь еще будет верфи. Верфи и плюс какие-то ресурсы. И вот они соглашаются. Кто-то отказывается. Окей. Вот на самом деле справедливо. Кто-то отказался. Ну вот как раз-таки в основном. Те, кто вне нашей, так сказать, сферы влияния. Смотрите, ринги, допустим. А, ну у нас появляется Казабелли сразу против них. Ага. Так что для них же плохо. Это у нас уже безумное какое-то. Давайте просто, ну, не знаю. Как-то подраскидаем все. Но нам на самом деле уже особо ничего и не нужно. Честно говоря. Итак, тюринги. Вы зря не согласились. Вас больше нету. Отлично. Дальше. Так, это эти ребята в Альянсе. Это ребята наши. Давайте-ка им кидаем линдиза, чтобы они согласились присоединиться к нам, да? Те ринги уберем. Отлично. Так. И дальше мы можем, кстати говоря, Баварию захватить. Добавано, что все страны это игнорируют. Но это не наша проблема. Это они не досмотрели, когда Германия объединяется. Бавария наша. Вертенберг. Гарантируется, кстати говоря. Так что мы его не сможем так захватить, как хотелось бы нам. Лорейн не гарантируется, кстати. Альеш, Ахин, Ахин и Нюрдминг, кстати говоря, в одной акции. Давайте-ка теперь их. И вот пас. У них даже войск своих нету. Это, конечно, жалость. Для них, не для нас. Еще одна война. А, не успели призвать даже. Одна фракция. Так, гарантов тут нету. Отлично. С этими ребятами покончено. Блин, я думаю, не очень честно было бы захватывать Лорейн. Потому что давайте-ка... Блин, ну его с одной стороны оставить, с другой стороны... А зачем оставлять его? С равно Франция его не съест. И мы почти закончили исследовать все морские тихие. Как-то закончим вот эти тихие. То уже начнем делать первые корабли. Уменьшили мы сейчас ансбах до интегрированной... Интегрированной моря нитки. И уже скоро их интегрируем полностью. Что, кстати говоря, по фокусу на... Нам еще Трир нужен. Трир, Трир. А Трир как раз-таки под влиянием здесь. Окей. Пока что не получится. И делаем мы себе эсминцы. Полностью максимум все загрыжено. 41 атака против подлодок. Потому что у них 35 хп, в принципе, мы их будем варшотить. Если будем попадать. Хотя давайте-давайте без этого тогда. Наверное, это слишком много. Вот так вот вполне. И, наверное, без вот этого вот тоже у них атаки слишком мало, чтобы ее бафать. Я думаю, уже нету... Ну да, антиер бесполезен. Опять какие-то шансы, это очень мало. Поехали. Вот такие вот у нас будут эсминцы. Давайте прекращаем делать подлодки. Начинаем делать эсминцы. И наш флот начинает формироваться на этом моменте. Мы сейчас под 91% строим себе как раз-таки корабли. Мы смогли набрать... Во-первых, я поставил нам здесь производство. Во-вторых, я поставил с сословия 15%. И теперь мы так очень-очень солидно строим себе эсминцы. И, я думаю, можем уже начать строить большие корабли тоже. О, и Кобинская Британия. Ого. А им бы помочь? А, здесь все здесь выключено. К сожалению, вот это вот. Было бы очень приятно им помочь, честно говоря. Но... Нет, видимо, мы не спожжем. Ладно, давайте теперь делать тяжелые корабли. И первые наши линейные крейсеры будут уже готовы через год. Полтора чуть-чуть, да, скорее. Этот пошел не слишком дорогим путем. Одно очень большое ради пробития, на всякий случай. И парочку легких для доп. урона. В принципе, я думаю, пойдет. Плюс, поставил сюда обнаружение, потому что радио нет в обнаружении. Нужно как-то получать. Ну, вот такие вот заряженные у нас получаются легкие крейсеры. Без брони, пожалуй. Значит, это будет слишком дорого для нас. Только не хватает опыта сейчас подкопим. На принципе, недолго, да, у нас сейчас корабли формятся очень хорошо. Вот этого чуда мы будем пускать тоже в наш флот. Итак, у нас вся Германия теперь работает на постройку флота, способного потопить британский огромный флот. И это будет не так просто. Здесь, видите, у них плюс 15 защиты и атаки на флоте. Единственное, что я не хорошо понимаю, это как работает шип рекаверирейд плюс 10. В теории это значит, что они практически мгновенно восстанавливаются вне боя. И вот интересно, это так и намеренно было сделано или нет. То есть они в день восстанавливают плюс 10, а не плюс 10% от вот этого вот базового, да, 0-2. То есть по ощущениям это как раз таки вот это вот чудо. То есть в 50 раз быстрее, чем любой другой флот. Я все-таки подозреваю, что здесь было плюс 10%. Пока мы тут строим флот, у нас уже, я заметил, можно кое-что интегрировать. И, конечно же, мы начнем уже эту интеграцию. Это не так, что и много, я вам скажу. Точнее, не так, что и мало. Здесь много заводов у нас добавятся. Но в первую очередь нам нужны, конечно же, верфи. Верфи. И флот уже такой солидный складывается, да. У нас сейчас еще достроятся здесь линейные крейсеры. И флот уже не выглядит слишком маленьким. Он уже растет хорошими скоростями. Но, как видите, очень много мы линейных крейсеров строим. И добавляю сюда еще плюс вторую ячейку производства легких крейсеров, плюс вторую ячейку производства эсминцев. Но, я думаю, можно добавить еще больше всего линейных крейсеров. Дошло теперь все до того, что я сейчас буду сносить военные заводы в прибрежных провинциях. Не буду все-таки фабрики сносить, они нам нужны для постройки. И на их месте буду строить верфи. Потому что Германии нужны корабли. 120 верфей. Вся Германия, каждый житель ее делает корабли так или иначе. Все прибрежные провинции посвящены этому. Мы просто огромное количество ресурсов вытягиваем из наших марионеток. Только ради производства кораблей. Никто еще так не готовился к сражению с Британией, как в Пруссии в данный момент. Мы просто реально вытягиваем все ресурсы на корабли. И более того, я еще сделал парочку вот таких кораблей безумных. Просто на них накидал все, что можно. Максимум атаки. Сделаем мы это нашей гордостью флота. Я думаю, к моменту, когда достроится хотя бы один корабль, хотя там до второго недалеко, так что два, мы будем готовы к войне с Англией. Но, но. Даже перед этим мы уже будем готовы воевать здесь, потому что Англию мы можем захватить и после капитуляции Австрии и Франции. Но это, я думаю, уже пройдет в следующей серии. А с вами, ребята, был Допгай. Подписывайтесь, если еще вдруг не подписаны. Лайк, комментарий, все как обычно. И до скорой встречи. Пока.